В Плёсе проходит международный пленэр «Зелёный шум-2019. Россия и Испания». По традиции участниками проекта становятся российские и европейские художники реалистической школы. Репортаж Ирины Разумовской. Писать с натуры сюда в Плёс. В разные годы на международный пленэр приезжали художники из Франции, Швейцарии, Италии и Германии. В этом году очередь испанцев. С раннего утра и до закада с этюдниками и мольбертами они переносят на холсты золотую осень. Это место фантастическое, потому что даже свет здесь очень отличается от испанского. Осень здесь, она такая летняя, что ли. То есть цвета меняются как будто с опозданием. И это очень красиво. Надо постараться передать это на полотне, что очень сложно. Найти художников-реалистов в Европе организаторам пленэра с каждым годом всё сложнее. В отличие от России, академическая школа там во многом утрачена. Всех шестерых иностранных участников в этот раз привезли из одного региона. Мы все из Каталонии. Там у нас с 19 века существует Талотская школа живописи, где до сих пор учат именно о традиционной манере. Поэтому ученики и последователи этого направления по сей день пишут с натуры, а не в студиях, как сейчас популярно. Испанцы очень интересно работают, потому что у них там свои какие-то такие ходы. Обычно, в общем-то, уровень на западе реалистического искусства опущен и, в общем-то, невысокий. Но здесь люди так тщательно подходят, рисуют, вырисовывают. И будет интересно посмотреть на выставку, которая будет в конце. С нашей стороны в недельном марафоне участвуют народные и заслуженные художники России. Александром Антохиным расписаны десятки храмов по всей стране. В его родном Иванове сейчас проходит персональная выставка. Он один из первых участников проекта «Зелёный шум». Помнит, как 20 лет назад всё начиналось с межрегиональной выставки живописцев, пишущих Плёс. Традицию пленеров здесь, в Плёсе, начал Исаак Ильич Левитан. Именно он открыл этот тихий и живописный город для художников, когда путешествовал по Волге и сошёл здесь с друзьями на берег в 1888 году. Здесь написаны и задуманы им лучшие картины, многие из которых купил у него Павел Третьяков. Названия сегодня хорошо знакомы. «Тихая обитель», «После дождя» плюс «Золотой плюс». Здесь очень интересный ландшафт. Здесь поворот реки. И вот эта панорама волжская, которая открывается на две стороны, с соборной горы, на которой мы сейчас стоим с вами, и с горы Левитана, которую отсюда видно, и храм вот этот деревянный знаменитый, который узнаётся очень многими на полотне над вечным покоем. Вот эти виды, многие из которых стали хрестоматийными, казалось бы, уже давно должны всех утомить. А на самом деле художники здесь всегда находят, что писать. Объединить в одном пространстве Левитана и тех, кто писал и пишет здесь после него задача выставки, которая открылась в Плёском музее-заповеднике в день рождения художника 30 августа. Главный экспонат прибыл из Третьяковской галереи. Это картина на Волге. То, что случилось в первый день посещения, для нас было огромным сюрпризом. Более 400 человек посетило выставку. Фонды музея через неделю пополнятся и работами с нынешнего международного пленера в Плёсе. Ведь, как писал Левитан, ждал я Волги как источника сильных художественных впечатлений. Ирина Разумовская, Иван Журавлёв, Александр Аганин. Новости культуры Плёс.